большой всем привет сегодня я перескажу правила игры клинок и колдовство в таком формате чтобы вам было легче понять и любые летсплеи и в общем то научиться играть самостоятельно если у вас эта коробка есть необходимость такого видео все-таки появилась хотя я надеялся обойтись без него но буквально на днях я выложил видео прохождение первого сценария именно формате без правил мне очень хотелось попробовать это этот эксперимент где я вообще не упомянул ни разу правила по крайней мере третье летсплея и я показывал каждый значок но при этом рассказывал историю как будто бы мы реально находимся в каком-то мере что-то с нами происходит то есть ними не говорил что значит значок означает вот это это другое просто интерпретировал их сразу в историю и мне показался этот эксперимент очень интересным я по-прежнему считаю очень интересным но большинству не зашел по простой причине было ничего не понятно то есть кто-то что-то рассказывает а почему это происходит непонятно я надеялся что люди посмотрят правило где-то в другом месте но такого не происходит и я сделаю все таки правила игры очень-очень условно чтобы просто вы могли не играть а смотреть летсплей по этой игре все понимая почему это разные вещи потому что для того чтобы все-таки самостоятельно мне играть такого обзора будет недостаточно вам все равно придется изучать 55 страниц правил и не один раз а игра очень сложно устроена именно в смысле правил тут три книжки в одной в одной это справочник по всем нюансам в другой это книжка истории где формируется сам сценарий и там тоже часть правил 3 это книга секретов где развивается сюжет и все эти пересечения между этими тремя книгами они создают довольно сложный порог вхождения так вот чтобы вам было интересно смотреть летсплей по игре клинок и колдовство и чтобы было все понятно я сделаю вот такой небольшой обзорчик на самом деле игра клинок и колдовство очень простая когда вы поймете концепцию поэтому с концепцией мы и начнем по сюжету мы некие души великих героев которых призвали в некое королевство где ну творятся всякие непотребства более того нас вернули не совсем полноценными мы частично только осознаем себя и наша душа она не полностью развита она не полностью может проявить себя и это своего рода и наказание это может быть я недостаток самого какого-то волшебства которое нас призвало она это мы все будем узнавать по сюжету так или иначе мы появляемся в мире с душой которая находится на начальном этапе развития душой здесь отображается вот такой счетчик здесь в нашей душе показываются параметры когда вы развиваете душу соответственно сдвигается и вас все больше и больше разных возможностей в начале на первом уровне когда вы только появились в игре у вас есть четыре параметра которые отображаются этой душой это очень просто вот это сердечко это жизни сколько у вас жизни то есть у 300 на в данном случае 5 красное это боевые действия сколько вы можете совершать за за раунд боевых действий только одно но если вы разовьетесь может быть даже два можно будет желтый вот такой треугольнички это специальные действия которые вы можете совершать сколько вы можете совершать свой раунд и а вот такой значок это сколько ваших талантов и умений может быть то есть данном случае у 300 на всего лишь одно умение спите вот такой значок как раз вот эти не знаю лепесток скандинавский или какой-то вы можете иметь только один у нас есть свойства 300 на марш-бросок который позволяет его активировать и пройти до двух зон но про это чуть позже и того что вам нужно узнать пока мне пока мне души вот эти все четыре значка вот этот значок ваши таланты это специальные действия это боевые действия это ваша жизнь теперь что мы где мы оказываемся мы оказываемся в традиционном даже нкл кроулере и пытаемся по нему пройти на понять что от нас хотят на поле есть несколько условностей а но чтобы понять лучше игру мы должны представить себя именно в мире игры тогда все вот эти значки они обретают какой-то смысл я рекомендую изучать эту игру именно погрузившись в впечатление что вот вы маленькая фигурка у вас есть какое-то оружие и а когда вы ходите вы именно ходить этой фигуркой и тогда эти условности становятся появляются становятся понятными и так мы находимся вот допустим в таком помещении все черные то толстые линии это стены то есть вот представьте себе стены поэтому на самом поле у вас появляется три условности которые нужно знать первое это линия видимости которая здесь сделан очень изящно в каждом поле есть вот такой маленький значок мечей который обозначает точку данной зоны например чтобы увидеть видит ли человек находящийся здесь герои находящийся здесь находящегося здесь мы просто проводим линию между вот этими точками и смотрим нет между ними стен стен нету они видят друг друга значит не могут взаимодействовать то же самое с врагами если например а врагу находится здесь то мы смотрим вот она . видимости может этот враг вернее этот герой видеть этого не может потому что стена может ли отсюда видеть не может потому что дверь если двери нет сразу же у нас видимость вот . вот . соединяем видимость есть можем взаимодействовать сказать это не враг это призрачная душа кстати здесь герои вечные то есть их невозможно убить даже когда их убивают не превращается такую призрачную душу со своими особыми способностями но это все по сюжетке рассказывается так вот идея видимости очень важно так как именно на линии видимости происходит все взаимодействие если у нас к примеру есть и фрит который кидается огнем и враг находится здесь тон в него может кинуть огнем он бьет нарастание 2 мы смотрим линию видимости данной точки и данной соединяем и видим что она проходит через стену через уголок стены соответственно видимости нет ни враг нас не видит ним и в него ничего кинуть не можем любое взаимодействие в этой игре проходит по линии видимости иногда это очень сложно видеть но для этого нужна линейка например вот эта зона и это соединяются или нет так как здесь очень хитро расположены здесь посмотрим проверяем и оказывается что через угол она не проходит то есть враг находящийся здесь он не видит вот герой находящегося здесь и наоборот а здесь например тоже вроде бы такая же угловая система смотрим а здесь есть видимость то есть если тут был герой а тут враг то они друг друга бы видели это первая условность которая довольно ну образно и довольно понятно вторая условность этот так называемый контроль зон если в одной зоне есть несколько героев несколько врагов то а считается количество врагов и количество героев и кого больше тот эту зону контролирует контроль очень важен для для разных игровых ситуаций допустим смотрите вот враг поведение врага гремлина у него есть момент указывается что свойство толпа 2 это боевое свойство мы уже знаем этот значок если враги контролируют эту зону тогда атаки когтями получают плюс 2 урона вот такой значок обруча это урон понимаете это довольно сильно то есть в данном случае если бы здесь был красный гремлин к примеру так мы бы должны были учитывать вот свойства толпы так как они контролируют их на и больше каждый урон этого врага красного наносил бы плюс 2 его урону это довольно сильно больше контроль никак не срабатывает то есть он срабатывает только по поведению по каким-то карточкам например вот свойства нашего 300 на враги не могут контролировать вашу зону или доминировать в ней то есть допустим если вместо аномора здесь был ты станк то вот это свойство гремлина толпа не срабатывала потому что здесь был бы 300 а он своим свойством внутренним не позволяет контролировать врагам зону даже если их больше да вот этот значок кстати сразу мы пойдем значок бесконечности означает что это пассивное свойство которое срабатывает всегда примеру того же красного гремлина есть пассивное свойство быстрый он активируется в конце каждого хода даже если его не активировали события но про это чуть позже и того первое понятие на территории условно это контроль следующее доминирование доминирования очень важный момент потому что от него зависит сила удара это тоже образно сейчас вы поймете доминирование означает что а героев в два раза больше чем врагов или наоборот врагов больше больше чем в два раза чем героев в этом случае происходит доминирование той или иной стороны во-первых все уроны которые наносит доминирующая сторона доминируемой плюс один урон плюс герой может безопасно уйти из этой зоны допустим вот здесь если мы находимся мы здесь доминируем даже с анамором то обычно ты не можешь уйти из места где есть враги вот так допустим если я нахожусь я хочу анамором пойти дальше то есть наплевать на него я могу уйти но я в спину получу так называемый свободный удар то есть враг атакует своим основным оружием в данном случае когтями и дальше я могу пойти если я увернусь все такое но если мы контролируем эту зону то я могу уйти и безопасно вы скажете но это же условность нет это не условность потому что если вы представите себя сражающимся именно в этом месте допустим их с напарником сражаетесь он отвлекает врага вы спокойно уходите и все это логично это все тематично и здесь все так то есть если вы попытаетесь представить то правило перестает быть сухими правилами а становятся очень атмосферными ну и наоборот то же самое то есть если тут будет допустим два врага в один то они будут доминировать они будут бить плюс один плюс по свойствам контроля потому что если кто-то доминирует он соответственно и контролируют и так далее то есть вот эти три условности линии видимости контроль территории и доминирования вы должны всегда помнить и всегда их просчитывать то есть любое изменение на поле мы должны смотреть кто контролирует кто доминирует и так далее то есть допустим сейчас идет доминация врага но если вы призвали своего и флита то уже нет доминации и нет и контроля потому что равенство фигурок с этим понятно давайте переходим к героям как устроены героя с камнем души мы познакомились кроме этого у героя есть личная карточка которая двусторонняя в на второй стороне и форма призрачной души когда он умирает и тут довольно ограничено у него способности появляются но форме души вот он вне игры то есть его никто не может атаковать и ничего с ним делать не могут у него есть какие-то свои свойства только только и все то есть допустим у 300 на крик души это постоянное его свойства что если он форме призрачной души находится с вашим другим героем то вы все но доминируете ну такое кстати в игру вы проигрываете по двум причинам если оба ваших героя вернее все герои не только вдвоем же можно играть если все герои превращается в признаешь призрачную душу или вот этот счетчик событий кончается кстати очень хорошая концепция игры в игре вы ограничены по времени именно а вот с счетчиком событий как только не заканчиваются игра а проиграна то есть вы не можете бесконечно ходить и качается даже не всегда есть время заглянуть на всех во всякие побочные квесты колода событий собирается для каждого сценария отдельно по по книге истории то есть когда вы открываете какой-то сценарий здесь показывается какие события в каком порядке какие враги особые локации какие события действуют и каким образом раскладывает раскладка все жетоны то есть все рассказывается в том сценарий который вы готовите так вот герой в своей обычной форме не в призрачной душе имеет некоторые параметры это его стиль его мир ощущения так скажем у 300 на у него два стиля он во первых я вера то есть сражается верой и силой то есть он сильный и верующий у нас нашего аномора например он мистик для чего нужны эти вещи во первых они ограничивают те шмотки которые мы можем носить например дробящий посох может носить и аномор потому что есть мистика и может носить верующий человек потому что вот у 300 на есть вера но например вот в палаш меч наш аномор взять не может при всем желании потому что его могут носить только либо ловкие либо сильные то есть стиль обои ограничивает в том как можно экипировать героя помимо того что у героя есть указан стиль который ограничивает его в выборе шмоток у него есть мировоззрение это либо нейтральный как здесь либо приверженец порядка как аномор например или приверженец хаоса как допустим тот же аномор форме некроманта или еще как то есть вот когда два черных таких зуб зубца это тот кто приверженец хаоса дальше идет личные свойства и внизу показываются параметры самого героя это мешочек это сколько шмоток он может нести помимо оборудования то есть вот здесь вот он хранит свой запас лекарства всякие оружие которыми не пользуются лечилки бинты и все что угодно то есть в данном случае можно нести не больше двух предметов спас бросок очень интересный момент тоже тематичный представьте себе что вы вот в мире игры и вы открываете дверь и за двери вам в лицо там не знаю пламя выскакивает в жизни это пламя может вас как обжечь так вы можете от него и вернуться и вот этот случайный фактор отображается спас броском то есть в тот момент когда происходит какое-то событие где указана возможность спастись от этого события вы просто банально кидаете осиний кубик и смотрите данном случае щит но спас бросок для 300 на это молния то есть если у вас выпала молния значит вы спаслись от этого события которое от которого можно спастись у каждого героя они разные то есть допустим у аномора это щит то есть дам случае если потому аномор кидал то он бы успешно избежал опасности ну и последний параметр здесь это ножки это насколько может двигаться герой по миру игры в данном случае на 4 здесь на 3 также если где-то на зоне показано вот такие усложные ножки это значит что здесь нужно две единицы потратить движение они одну по герою вроде бы все понятно вот у аномора ну для примера какое у него есть свойства у него есть мастерство призыва постоянное свойство это означает что все компаньоны которых он вызывает он умеет призывать и фрита и мракоборца на более продвинутом уровне души означает что как только пока он в игре они имеют больше жизни и могут перебрасывать кубики если выпадет вот такой значок давайте к значкам вся игра проходит на бросках кубиков это необычные шестигранники это навороченные восьмигранники раз два три четыре пять десятигранники даже на которых есть довольно большое количество символов из них попадания это вот такой значок а все остальное это разные модификаторы которые в зависимости от ситуации срабатывают по-разному примеру если мы одеты вот в такой кольчугу давайте давайте все таки по порядку кроме шмоток который можно нести в своем рюкзаке каждый герой может иметь четыре одетых предмета носимых точнее те которые идут в работе которые вот прямо на нем это какая-то защита это оружие в одной руке это оружие во второй руке и артефакт плюс свойства здесь его навыки доспех позволяет защищать от ударов оружие позволяет их наносить второе оружие тоже позволяет вы наносить оружие бывает трех типов а бывает вот с таким большим мечом это двуручное оружие которое занимает оба слота есть оружие вот с таким значком это его можно носить только в боевой руке то есть ну под по умолчанию все герои игры правши поэтому вот этот меч например можно носить в правой руке но нельзя носить в левой и то же самое здесь а щит можно носить только в левой руке то есть как второе второстепенное оружие есть оружие которое можно носить и там и там они показаны двумя символами основного оружия второстепенного оружия артефакты это разные штуковины которые позволяют довольно интересные вещи делать но это уже нюансы как работает оружие оружие работает на красных кубах то есть везде где вы видите вот такое красное десятигранник буквой к это означает что вот этим оружием как только вы его активируете вы можете кинуть два красных кубиков вот и сейчас переходим как раз к этим красным кубик примеру тристан пришел сюда и атакует гремлина синего с помощью своего меча мы смотрим на меч у него есть параметры дальности которые в таких вот фигурных скобках это означает 0 означает что он может атаковать только то кто тут того кто в его зоне если бы гремлины были здесь он бы атаковать мечом не мог но например ифрит мы смотрим у ифрита стоит 2 это означает что он может кидается огнем до двух то есть вот так ифрит находится здесь вопрос может кинуть сюда ифрит дальность 1 2 вроде бы хватает но мы помним что лидии или невидимости здесь нет этому не может но если бы мы стояли вот так например то ифрит мог бы просто кинуть его огнем прямо сюда не подходя наш тестом так не может чтобы ему атаковать нужно подойти у него есть движение он подошел например и здесь он может безопасно сражаться несмотря на то что врагов в два раза больше у них не будет доминации потому что у нас свойства враги не могут контролировать вашу зону или доминирует ней то есть он может смелого так делать к примеру он пришел и размахнувшись мечом кидается на 1 синего гремля и смотрим что вы выпало у нас выпало три символа одно попадание 1 молния 1 а символ с с клинок сортен сосали сон сортен сосали здесь никак не срабатывает потому что мы смотрим карточку нашего меча и видим что здесь играют только о молнии за одну молнию мы можем перебросить они туда смотрю а мы же мечом не кольчугой так вот мы смотрим молния здесь добавляет один урон то есть у нас один урон плюс молнии мы молнию можем превратить в дополнительный урон либо просто перебросить кубик если мы потратим эту молнию на переброс мы можем 2 перебросить и надеяться допустим получить 2 урон 2 вернее ну тут есть одна грань с двумя уронами вот но мы получили один то есть по факту мы зря сдержали можно было и гарантированно получить два урона мы получили два урона теперь а мы смотрим на врагов мы напали на какого-то из этих синих гремлинов мы смотрим карточку врага у него четыре жизни это награда который мы получим если мы его убьем и есть вот такой синий щит это ответная особенность которая срабатывает в ответ на она на атаку допустим тут показывается что рубящий минус один если мы используем против этого гремлина рубящие оружие то его урон уменьшается на один мы смотрим а наш меч меч рубящий то есть ответственно 2 минус 1 наносим только один урон никаких защитных кубов у него нет поэтому они не срабатывают если бы это был не синий гремлин а красный мы бы смотрели на его карточку здесь тоже минус рубящий плюс у него щит а вот такой доспехи означает что они забирают один урон плюс если урон остается он еще кидает два синих кубиков в качестве защиты но если бы это был красный гремлин то одно попадание пошло бы в броню одно уменьшилось бы за счет рубящего то есть мы вообще бы не нанесли ему никакого урона но так как она синий гремлин мы наносим один урон кроме этого мы проверяем карточку поведения и смотрим монстра то есть у монстра есть карточка самого его свойств плюс его поведение и а поведение здесь от поведения таки как он атакует а здесь его свойства и мы смотрим что у него оказывается есть шипы если враг получает урон он атакует всех героев зоне на 2 он получил урон то есть одно попадание мы сделали ему положили на него но при этом срабатывает вот это свойство если бы я его не не нанес ему то они бы не активировались то есть представляете опять же мы сражаемся с неким гремли нам с чудищем у которого шипастая кожа и как только мы ему делаем больно он выстреливает шипы в нас представьте это все и тогда все вот эти условные правила сразу же превращаются в картинку и так мы нанесли ему один урон активируются ошибки он наносит всем героем своей зоне 2 урона теперь мы атаковали представьте мы размахнулись мечом снесли ему немножко нанесли ему рамы часть урона и смягчилась его свойством но часть прошло после этого в нас летят шипы и тут начинает работать наша защита один шип мы снимаем вот этой защитой потому что средний доспех у него есть параметр брони второй шип мы отбрасываем щитом потому что при защите мы пользуемся еще один плюс броня то есть представьте теперь это картина мы напали на гремлина ударили мечом от него отлетела два шипа один попал нам в приплечье и ничего не сделал второй мы отбили щитом если было от него допустим три урона тогда у нас еще есть свойства что мы можем в качестве защиты кидать до трех кубиков но не 3 а до 3 то есть допустим если в нас после всех вот этих вычитаний к примеру да например у нас атакует следующий ход то есть после того как мы про атаковали мы выжили то я покажу допустим мы защитились от щипов все хорошо теперь враги активируются как они активируются мы тянем специальную карту столкновение смотрим какие враги действуют обычно там много всего написано здесь у нас фиолетовых врагов нет иначе активируйте всех врагов высшего ранга у нас на поле высших ранга высшего ранга только синие соответственно мы активируем синих врагов и теперь они атакуют мы смотрим как действует синий враг и смотрим зону 0 это значит что он в зоне человека героя которого на такую атакует когтями смотрим какие у него есть оружие внизу у него есть оружие когти и камень то есть основное оружие также как у героя это когти второстепенный камень так как он по алгоритму находясь в зоне с врагом атакует когтями мы смотрим что это за за когти когти во первых пробивают защиту во вторых это два кубика и мы берем два кубика и кидаем за гремлина ухты вот молодец 3 урона плюс молния смотрим молния молния не срабатывать никак у него есть только активация на специальное действие плюс два пассивных свойства которые срабатывают в если если вы контролируете эту зону то плюс один контроля здесь нет из-за свойства 300 на вор если вы нанесли когтями урон сбросите случайную монету и запаса цели то есть он ворует деньги если она нанесет урон все это мы проверяем но сначала мы должны защитить все посмотреть будет ли у нас урон три урона одна защита пробита то есть защита не работает 2 защита работает значит не три урона а два урона а теперь мы смотрим за каждый урон мы можем кинуть не больше одного защитного кубика так как у нас два урона мы за каждый кидаем защитный было бы три мы кинули бы три было бы четыре мы кинули бы три то есть до трех кидаем защиту и у нас выпадает щит это означает что один мы сделали но один к сожалению не смогли а мордочка это промах нигде мы ее перекинуть не можем допустим вот у эфрита была бы возможность перебросить но у три сторона нет означает что один урон прошел и так как у нас идет свойство вор если атака когтями нанесла урон сбросить случайную монету из запаса цели то есть если по у триста на допустим были какие-то три монеты вот такие то мы случайным образом должны были выбрать и он ее забирает при том сдачи не дается то есть если выпадет 50 то ты 50 и заберет выпадет 5 он 5 и заберет данном случае у триста на денег нет поэтому это свойство не срабатывает толпа не срабатывает и на этом ход врагов заканчивается но так как два синих он бы еще и второй протокол я думаю с битвой и понятно со значками понятно итак какие значки на кубиках кубиков есть два типа красные и синие синие это в основном защитные свойства красные атакующие у них разное количество символов и так далее с атакой с попаданием мы уже познакомились кроме этого есть молнии которые усиливают свойства разных предметов у оружия например здесь можно усилить или перебросить кубик атаки в защиты это позволяет перебросить кубик защиты а за две молнии добавить еще один щит защиты и так далее кроме этого есть вот такой значок мистический это активация мистических свойств разных предметов например у 300 на такого нет но у она мора есть свойство толчок у посоха то есть если мы пользуемся этим посохом к примеру он подоспел у нас сюда и атакует своим посохом атака посоха отдает три кубика синих накидаем смотрим ухты три попадания вернее два попадания молния один промах и звездочка молния нам позволяет использовать оба это у нас область эффекта это означает что мы можем просто всех в этой области долбануть всех врагов поэтому бросок очень удачный как будто специально за счет молнии мы активируем вот это свойство это означает весь урон пройдет по всем врагам в этой зоне они у нас их как раз два дальше есть толчок означает что какого-то врага мы можем потом после удара толкнуть зачем это надо расскажу буквально через несколько секунд и так два урона мы смотрим два урона по врагам у них защиты нет но у них будут срабатывать щиты шипы но сейчас будет интересно к примеру два урона пришло этому у нас как раз к примеру у него осталось там мало жизни мы одного убили этим уроном но так как мы использовали удар по области то второму тоже нанесли урон еще два урона кроме этого так как у нас выпало такой значок мы можем использовать толчок мы толкаем этого гремлина в соседнюю зону и после этого срабатывает его свойства шипы если враг получает урон он получил урон атакует всех героев своей зоне с силой 2 но его зона уже другая то есть он здесь атакует но здесь никого нет и мы избежали с помощью толчка то есть вот этого значка рифма такая избежали атаки шипов то есть некоторая тактичная тактика некоторая стратегия использования во всего этого большого разнообразия она заключается именно в применении тех значков которые мы у нас выпали я думаю вот этих базовых пониманий что здесь нарисовано и как она работает уже достаточно для того чтобы поперейти на наш замечательный гениальный летсплей как мы делали атмосферный и пересмотреть его уже другими глазами я не хочу всех нюансов рассказывать потому что 50 55 страниц правил пересказывать смысла нет но если вот вы послушали вот эти полчаса я думаю вам будет достаточно чтобы понимать как игра происходит все значки мы вроде бы изучили да тут есть некоторые нюансы то есть допустим это я значок это душа и которые мы которые мы собираем и она выпадает это значок это сокровище которые выпадают из боссов вот этот значок это умение врагов то есть если враг с таким значком выходит то к нему добавляется еще вот какое-то умение случайно из колоды допустим все атаки получают горение также есть некоторые свойства то есть можно поджигать врагов можно травить и можно оглушать есть куча всяких нюансов способности и так далее но они все уже будут наглядно понятны когда произойдут в игре если вы знаете вот вот эти условности ну и для завершения нас сюда вставлю кусочек того атмосферного летсплея который мы играли первые там 20 минут и объясню их уже подробно с учетом механики и после этого вы сможете сравнить как же классно можно погружаться в атмосферу в этой игре если а механика уже не отвлекает вас от игрового процесса на саму игру мы будем проходить на стримах предварительно по субботам утром или вечером в зависимости от того как будет с погодой и временем и я надеюсь это видео поможет вам получить удовольствие от игры не меньше чем мне а самому и так для того чтобы закрепить то что мы сейчас прошли я переозвучу самое начало нашего атмосферного летсплея то есть я уберу тот звук который был и сейчас буду рассказывать именно механику для именно для закрепления правил поехали у нас началось все с того что мы подошли на точку 1 и по книге секретов это . где можно выбрать оружие нам оставил тот монстр или знаю кто кто нас вызвал в этот мир он оставил нам кочу шмоток и вначале мы экипируемся из так называемого тайника это то где мы держим между играми между сценариями все всякие шмотки 300 у нас первый пришел в эту точку 1 соответственно он прерывает свое свой ход свое движение чтобы успеть экипироваться он на это тратит желтое специальное действие это мы должны отметить потому что желтое специальное действие про которое упомянул в правилах совсем немного это вещь которую можно потратить на очень многое на многое и в данном случае мы вынуждены его и сдержать именно на экипировку по условиям сценария 300 здесь набирает меч и щит то есть он как раз берет двустороннее оружие видите что вот экзотический меч мы могли кстати взять его авто по вторую руку а палаш можно носить только в основной в боевой руке можно было на самом деле взять анимал палаш и щита палаш и экзотический меч то есть он бы тогда рубил двумя мечами то есть представьте себя вот или с мечом и щитом или двумя мечами от разные стили боя боя были бы но щит здесь хорош потому что он дает одну броню и от шипов например это очень хорошо защищает и так он выбрал себе оборудование и потратил одну единицу движения напомню что 300 на их 4 соответственно это второе единица движения он перешел во вторую зону я даже это показываю но в том лицплее ничего не говорил по механике поэтому многие просто не заценили и так 2 единицы движения дальше свободным действием есть такое понятие как свободное действие которое можно делать ему которые могут прерывать все мы открываем дверь при открытии любых каких-то тайных вещей мы должны тянуть из колоды ловушек и тут нам бы выпадают ледяные копья обратите внимание есть спас вот этот значок про который я говорил это означает что мы можем попытаться с помощью спас броска от этой опасности от отмазать но выпал щит значит спас не сработал если спас не сработал то у нас показывается иначе иначе означает что ловушка срабатывает на героя и он становится замедленный и она действует в районе двух зон на намора по моему она здесь не действует потому что да потому что стена если бы стены не было то еще она морбы тоже заморозился заморозка означает в том что герой на свой следующий ход может выполнять только одно из трех действий то есть либо походить либо повоевать либо какое-то специальное действие очень сильно затормаживается причем я в этом летсплее неправильно отыграл заморозку я покажу чуть позже почему неправильно и смотрите у него осталось еще боевое действие которое применяет с помощью своего навыка навык видите обратите внимание на навыке а такой красный кулачок это означает что я могу либо использовать свое оружие как боевое действие либо свой навык так как оружие ему не нужно он использует свой навык для того чтобы подтянуть а намора к себе на один а как бы использует рывок он может сходить до двух движений по этому навыку но он делает 0 плюс он притягивать на один она морок себе для чего это сделать для того чтобы она мор не тратил свое собственное движение а сразу же оказался в точке 1 где он может опять же потратить свое единственное специальное желтое действие для того чтобы взять предметы и вооружиться он берет вручный посох который ограничивает его в оружие то есть он не может брать второе либо он мог взять два кинжала которые можно носить в обеих руках как в основной руке так и в вспомогательной но так как она мор а маг то мы решили взять ему тематичный магический посох ну и мистическую кольчугу да я переворачиваю действие обратите внимание что перезарядка навыков она идет по времени то есть если там допустим три единицы времени то он будет восстанавливаться целых три раунда данное свойство требует всего одно время поэтому на перезаряжается каждый ход на этом ход 300 на заканчивается то есть он походил заморозился и притянул к себе анамора теперь ход анамора теперь он тратит свое движение 12 и как только появляется линия видимости с врагами ход его прерывается и мы должны увидеть кто вышел из тени то есть вот этот жетон это тень а тут нам не очень повезло а прямо сразу же вышла жетончик с двумя врагами после этого мы тянем колоду врагов которая собирается на сценарий и смотрим и нам выходит самый сильный а синий гремлин почему он самый сильный потому что у него есть свойства вот этот значок сверху означает что мы помимо карты врага тянем еще какое-то свойство умение и а в данном случае умение плюс одна броня то есть он не просто монстр гремлин он еще и бронированный второй второй у нас гремлин с вышел самый слабый до зеленый надей кстати градация идет зеленые самые слабые синие посильнее красные сильнее фиолетовые самые крутые боссы и того как только анамор вышел раз два три потратил все три свои они это свои два движения он прерывает свой ход и мы проявляем врагов на линии видимости и теперь он 5 3 единицу движения чтоб ворваться к ним это немножко глупо и как сказать наивно но для новичка нормально в атмосферном летсплее я все это обыгрывал именно в такой ситуации что типа он вот только появился в мире и рванулся быстрее на приключения у него есть два боевых действий он может и его потратить на призыв и фрита либо ударить своей своим посохом а и фритом он пока не умеет пользоваться типа ну умеет но чисто по атмосфере я решила попроще сначала начать и решил ударить посохом да я показываю что вот здесь перечисленные возможности куда можно использовать специальное желтое действие можно сфокусироваться на атаке и тогда ваша атака будет плюс один к атаке но я сейчас сфокусироваться не могу можете кстати поставить здесь на паузу и прочитать какие возможности куда можно использовать желтое действие так как я на своем ходу уже потратил желтое действие на экипировку до битья все это показываю что я потратил желтое действие для того чтобы одеться соответственно я могу не могу делать фокусировку сейчас я просто пользуюсь своей пальцей беру три кубика синих которые у меня на на посохе показаны и кидаю их до действия посохи действия посоха 0 то есть только в той зоне у меня очень хороший бросок я выкидываю целых три урона и две молнии 3 урона две молнии сейчас мы должны считать молния не мне дает здесь эффект по области это означает что я могу ударить всем врагам то что я нанес я могу дарить все никакие здесь другие свойства у меня не срабатывают не срабатывают поэтому я считаю что и идет защита какая защита идет у монстров которых я бью у меня их два один синий один зеленый у каждого свое своя линия поведения сначала мы считаем синего монстра у него а и есть броня и защита от рубящего оружия посох и дробящее оружие поэтому рубище не уменьшает никакой брони другой нету а единственное что вот шипы есть но они срабатывают только если урон будет нанесен толпа вот этот момент что здесь толпа срабатывает когда они атакуют они когда не защищаются то есть нужно успеть их покоцать и того мы считаем у меня есть три урона плюс молния дает урон по всей области плюс по событию ночи именно и в этом сценарии ночью минус один ко всем уронам героев плюс вернее минус одно один урон от брони бронированного врага и а до него доходит всего лишь один урон из трех один в броню один минус за счет ночи один проходит но так как за счет молнии у меня есть урон по области то я бью и второго второго нет никакой защиты и все три урона к нему проходит но здесь я совершил ошибку кстати потому что за счет ночи к нему должно пройти было два а я посчитал что я его убил типа на первом это это как как в клауд спайр где только по одному действие идет есть если какое-то свойство по одному сработало то по второму она не сработала здесь это не работает поэтому эта ошибка он должен быть должен был выжить и а в свою атаку они бы толпой меня за запинали дальше так как тот кидается шипами то как по мне идет два урона от шипов синего гремлина я проверяю чем я могу защититься ничем кроме своей легкого доспеха легкий доспех может кидать до трех кубиков так как два урона то я кидаю два за каждый один урон у меня защитился я могу его перекинуть за счет своего свойства потому что пассивное свойство и мистической накидки что я могу перекинуть один раз один кубик два щита соответственно от обоих шипов я успешно защитился и не получил никакого никакой раны на этом раунд заканчивается то есть в раунд можно сделать движение атаку и специальное действие по количеству которая указана на вашем камне души после этого после хода активируется враг причем я сделал да здесь все правильно потому что до того как она мор его увидел врагов не было поэтому после три стана я не должен был тянуть здесь я тяну события и а у нас активируется враг он находится в одной зоне с героем поэтому атакуют когтями когти это основное его оружие оно заключается в атаке двумя кубиками красными он кидает два кубика красных и одно попадание три молнии три молнии для него ничего не значит поэтому только одно попадание минус одна броня но брони у нашего намора нет соответственно проходит только одно попадание от которого я могу защититься одним кубиком накидки и и к сожалению она не защищается перекинуть я его не могу потому что накидка позволяет перекидать только один кубик за раунд а раунд еще не кончился то есть один урон а мне ушел пришел в смысле вот на этом раунд почти закончен сейчас после раунда ходов начинается фаза событий мы смотрим на колоду событий и в зависимости от того на каком что там есть мы делаем два две вещи да я проверяю ход времени то есть после хода врагов идет фаза событий если верхняя карта колоды событий лежит рубашка вверх мы должны ее взять и перевернуть и отработать то что там произойдет в данном случае нам события хорошие вышло и да положите карту сокровища вот такой значок с мечом это карта сокровищ а да кстати я здесь забыл момент уже неправильно отыграл то что когда аномор вошел в зону видимости вот этой тени там должен был появиться еще один враг и он должен был кстати активироваться вместе со вторым синим сейчас это кстати отыграю но они и они должны были нападать толпой потому что я активирую сначала первого врага и он атаковал сейчас активируется второй враг и только сейчас он подходит потому что смотри если он не в зоне врага мы смотрим следующий алгоритм действия и он означает что он подходит к ближайшему врагу по второму алгоритму действий и потом атакуют когтями и сейчас будет свойство толпа потому что их больше они контролируют зону и больше они доминируют даже в зоне то есть у них на самом деле идет не плюс один а плюс два это я тоже ошибся здесь в летсплее так как доминацию я не посчитал так теперь второй кремлин атакует и промахивается но при этом а да кстати все правильно потому что он не нанес ни одного урона соответственно не срабатывает не не свойство толпы не свойство доминации хотя доминация может и срабатывать блин вот это надо уточнять короче он посчитал что он уклонился от спешащего этого врага и теперь событие положите карту в зону активного героя мы берем тянем карту сокровищ и кладем ее рубашкой вверх в то место где она проявилась чтобы ее поднять нужно быть во первых не в бою просто так я ее поднять не могу так как я нахожусь в состоянии боя состояние боя это когда рядом с героем есть фигурки врагов после этого начинается фаза времени следующего хода это идет отработка всех эффектов там горение отрава и так далее и вот здесь я играю неправильно потому что правило заморозки она скидывается в конце следующего раунда то есть я заморозился в одном потом он должен проработать весь раунд и только потом сброситься здесь я себе немножко по 4 дальше те навыки которые мы использовали тоже поворачиваются по часовой по против часовой стрелке то есть восстанавливаются или приближаются к восстановлению ну и все остальное отрабатывается фактор времени мы именно в этот момент мы можем прокачать свою душу если у нас есть достаточное количество камней души и так далее все все вот эти меж ходовые события не про отрабатываются фазу времени а после этого я снова хожу тристаном я подхожу к анамору на помощь во первых убираю доминацию врагов типа хотел взять сокровище но вспомнил что это нельзя но еще отыграл это атмосферно что на мор типа это я мое сокровище так и теперь я считаю как лучше атаковать теперь у нас есть свободное специальное действие желтая и мы можем его использовать для фокусировки фокусировка позволяет плюс один урон нанести к своему удару мы выбираем цель выбираем чем будем атаковать можно либо щитом либо мечом щитом тоже в качестве оружия можно кидать но там всего лишь один синий кубик и мы бьем по раненому самому мощному монстру размахиваемся своим палашом да единственное что палаш это рубище оружие соответственно будет по нему минус один можно было бы щитом долбануть но там там один синий синий кубик и все это редко когда наверно нужно будет мы кидаем мы атакуем мечом кидаем два красных кубика против синего гремлина можно для упрощения подсчетов модификаторов использовать вот такие плюсики минусики плюс плюс один это означает что я фокусировался то есть плюс один к удару от фокусировки минус один удар из-за того что я ночью атакую по условиям сценария и минус один из-за того что я атакую рубящим по врагу у которого есть иммунитет к рубящему оружию итого три модификатора мы накидали и только сейчас можем считать уже то что выпадет на самом оружие давай вперед я пытаюсь еще где-то что-то вытянуть но ничего не получается не нахожу все поехали так у меня выпал один промах 1 молнии 1 1 урон молния мне позволяет либо перебросить кубик либо просто добавить я просто добавляю получается два урона два урона в этой битве ничего особо мне не дают потому что один увязает да я перекидываю но это вообще ничего не дает у меня получается всего лишь один урон который вычитается по условиям сценария то есть за счет рубящего оружия плюс у того же еще была броня то есть я вообще ничего нанести ему не смог соответственно если я не нанес урона то и шипы его не срабатывают в ответ и теперь ход после хода героев активируются враги мы активируем всех красных если красных нет то активируем всех врагов врагов низшего ранга низший ранг здесь один то есть активируются все синие если был допустим синий и зеленый то активировались бы только зеленые они атакуют по приоритету первый приоритет это то что нарисовано сверху в правом вернее в левом верхнем углу там нарисована монетка то есть по умолчанию данный гремлина атакуют самого богатого но так как денег нет ни у кого то он атакует по следующему по следующему критерию по самому раненому самый раненый у нас аномор поэтому он кидает по аномору потом активируется второй я защитился от удара то есть активируется второй он наносит целых три урона плюс молния молния не срабатывает но три урона срабатывают один я могу только кинуть только два кубика защиты соответственно мне проходит целых два один убирается щитом один я могу перекинуть за счет свойства накидки но не получается и того мне проходит целых два урона от второго гремлина это аномору все проходит напоминаю что аномора жизни четыре это видно в камне души вон там сверху у него три уже есть соответственно еще один и он превращается в призрачную душу Тристан свой ход закончился сейчас ход аномора после которого тоже будут враги действовать то есть после каждого героя действует что может сделать аномор я понимаю что этой палицей против гремлинов воевать это дохлое дело поэтому в этот ход я пропускаю фазу движений и свое действие боевое красное использую для активации своего таланта вызова ифритов не туда смотрю да сейчас ходит аномор обратите внимание что его талант призыв имеет красный кулачок означает что это боевое действие если я его использую и у меня только в камне души одно боевое действие то я больше не могу атаковать если бы у меня было два то я мог бы и палицы проатаковать и успеть вызвать ифрита то есть когда прокачаю душу до двух боевых действий то аномор будет успевать и колдовать и махаться теперь махаться я не буду я вызываю ифрита так как я это делаю первый раз поэтому немножко долго и не понимаю как это все работает но уже разобрался я призываю ифрита который тематично очень встает защищает своего бедного хозяина который наладо дышит с одной жизнью и мы его можем активировать соответственно можем использовать все его свойства свойства у ифрита больше чем у хозяина во первых ему не страшно горение он сам огненный во вторых у него одна жизнь плюс две за счет свойства хозяина пока хозяин в игре у него три жизни в третьих он летает вот такие крылышки рядом с три это его движение летучие движение летучие позволяет игнорировать местности ну в общем очень полезная вещь как он атакует атакует он мистически означает что у него всегда гарантированный урон плюс один красный кубик плюс два синих и радиусе до двух зон очень далеко кидается плюс у него есть мистическая броня зелененький значок это та броня которая восстанавливается каждый раунд то есть ее снимают она восстанавливается он кидает два урона одна молния одна молния у него позволяет игнорировать защиту врагов минус одна броня что очень полезно а звездочка ему позволяет сделать эффект горения звездочки у нас нет у нас есть молния соответственно мы снимаем одну броню с бронированного гоблина плюс наносим один урон который вычитается за счет ночи гарантированно снялся ночью а и я наверное фокусируюсь потому что да я фокусируюсь наношу ему целых три урона за счет чего и он погибает да я убиваю за счет фокусировки то есть желтым действием я фокусируюсь это плюс один броня снимается соответственно все три проходят вычитается одно за счет свойства короче убил так убил я наверно да или может быть здесь тоже ошибся в общем сейчас активируются враги и у нас активируются все враги высшего ранга соответственно на поле только синие они и активируются и у нас последний синий гремлин атакует аномора потому что он самый раненый атакует когтями на свои традиционные два красных кубика промахивается выпадают только символы которые для него никак не действуют это очень удачный для нас бросок после этого раунд заканчивается происходит фаза событий опять же если на колоде событий лежит открытая карта то она просто смещается вниз и все не происходит никакого то есть у нас события происходят каждые два хода а дальше снова начинается наш раунд и мы можем сейчас добить гремлина либо тристаном либо ифритом либо аномором единственная проблема здесь заключается в том что если мы его убьем он выстрелит по нам шипами а шипы бьют всех героев в зоне то есть они достанутся и фриту и аномору и тристану но аномору достаточно прохождение одного шипа чтобы его убить то есть сейчас я не не должен по-любому делать так чтобы он умер в нашей зоне я проверяю что такое толчок если атакующий получает хотя бы один урон этот эффект позволяет переместить то есть если я сейчас ударю и нанесу какой-то урон я могу допустим ударить щитом и толчком вытолкнуть этого гремлина чтобы он не нанес урон аномору кстати надо было мечом и щитом и делать но я нашел лучший вариант на самом деле у да я тут считаю варианты и тут вот сейчас уже опосля уже видно правильное решение но в полубитве его можно не заметить здесь нужно по-любому выводить героев до атаки ифрита поэтому я выбираю что аномор ходит первым и он использует свой марш-бросок вместо того чтобы атаковать мечом это свойство позволяет ему пройти до двух зон и потом призвать перетащить напарника к себе я отыгрываю немножко неправильно он должен был сходить вот сюда но он прошел до двух зон и вызвал типа к себе по правилам я должен мне нужно было я могу в пределах одной зоны вытаскивать к себе именно то есть тристану нужно было отойти и перетащить к себе аномора чтобы вывести его из зоны атаки шипами на этом я заканчиваю ход тристаном свойство опять же перезаряжается обратите внимание вот эти часики справа на навыки оно означает насколько перезаряжается это свойство еще раз здесь я кстати в самом летсплее его отыграл неправильно я должен был отойти на одну зону и перенести аномора к себе а не просто по направлению к себе и после этого я уже активирую аномора аномор активирует эфрита ну и соответственно эфрит наносит всего лишь один урон и промахивается да получается да один урон никаких других значков не вышло один урон прошел от эфрита а я должен по моему был быть защититься от шипов это я пропустил мне кажется активируются враги а активируете всех врагов в битве так как эфрит считается героем кстати это это у меня были вопросы в процессе летсплея после я уже изучил и выяснил что эфрит компаньон считается героем для условий битвы он не считается героем только для расчета формул которые появление врагов по нам проходит очень много урона снимается мистическая защита и все равно проходит и не удалось защититься у него есть кубик защиты поэтому урон один прошел так враг проатаковал нас я здесь пропустил почему я тяну два события потому что я пропустил события за тристана когда тристан походил должен был активироваться враг и я про это забыл потому что типа он не атаковал и все такое вышло событие которое заставляет перемешать колоду событий и по моему там никто не активируется после этого начинается новый раунд а не он атакует все таки еще и на два урона так защита почему он не погиб здесь что-то я не понял там же три урона момент непонятен так выходит следующее событие резня здесь кстати появляются враги вот эта формула о которых я упомянул значок человечка это герои гоблины это гоблины и вот этой по этой формуле у нас появляются новые враги у нас два героя в игре ифрит не считается для этой формулы минус один гремлин в игре это один герой еще минус один это ноль то есть соответственно никого не появляется если бы не было никого из врагов на поле то сейчас в месте щита который вот там в уголочке появились бы гремлины гремлины по событиям появляются враги по событиям появляются именно в точках респаунда я кстати в филдсплее тоже сделал ошибку когда там аномор скрывал сундук то там было появление врагов оно должен был появиться в точке появления а не рядышком с аномором так здесь аномор приходит и пытается помочь своему ифриту расправиться с гоблином и здесь я делаю ошибку потому что это палец аномора а значок мордочки позволяет перебрасывать кубики ифриту а не аномору это тоже ошибка то есть здесь бы скорее всего погиб сейчас аномор здесь тоже я не заметил что у меня один кубик перевернул другой тоже неправильно еще рассчитал вообще ощущение а вот от игры клинок и колдовство почему-то вот мне ужасно напоминает ощущение от ума не бонс те же здесь кубики вроде бы одни и те же но так как они срабатывают в зависимости от кстати про критический урон вот такие звездочки которые я переворачиваю это так называемый критический урон по событию сейчас все уроны которые наносят или герои или враги они критические соответственно мы случайным образом тянем вот такую звездочку и там показывается то или иное событие этого критического урона это тоже очень тематично типа когда ожесточенная битва идет то у вас появляется второе дыхание и новые какие-то способности связанные с вашей атакой или атакой противника в общем битва здесь идет я надеюсь что вот этого дополнительного дополнительной переозвучки атмосферной части основного летсплея будет достаточно для того чтобы человек который хочет разобраться с игрой клинок и колдовство уже хорошо с ней разобрался игра повторюсь на почему-то по ощущениям не напоминает money bonds потому что наверное здесь тоже вот тактика перемежается с большим-большим рандомом только здесь кубики одинаковые но зато очень много карточек с свойствами и каждый раз кидая одни и те же кубики вы получаете на них абсолютно разные результаты словно кубики туба не бонс то есть даже в каком-то смысле изящнее и дешевле сделано не делают на каждую карточку по отдельному кубику а делают разные карточки а кубики одни и те же но при этом ощущение от игры очень похоже то есть вы идете по миру как по карточкам событий а потом у вас долгая-долгая боевка вот смотрите мы буквально прошли три минуты а потом полчаса бились вот с этой группой врагов очень похожие ощущения не знаю почему но похоже не знаю что еще сказать потому что я немножко потерял нить боевки но так или иначе мы ее закончили и продолжение вы можете посмотреть уже в основном летсплее а на этом обучалку я заканчиваю надеюсь она поможет разобраться тем кто хочет разобраться с этой игрой и получить получать удовольствие от летсплеев кстати мы тут подобрали прикольную нефритовую серьгу после того как избавились от врагов еще раз скажу что игру я буду продолжать не знаю насколько мне хватит терпения и интереса и также интереса зрителей и своего интереса но постараюсь провести несколько сценариев еще в стримовом формате по субботам всем пока спасибо за участие присоединяйтесь к ближайшему стриму мы будем играть в следующем формате я буду играть продолжать за аномора а вот зрители будут играть за Тристана или за другого героя посмотрим может быть даже будем менять аномор у меня будет идти пока не помрет ну и второй герой тоже будет идти пока не помрет то есть на стримах будет режим я играю за аномора вы играете за Тристана или за второго героя посмотрим надеюсь будет интересно жду кого то кто хорошо знает игру прямо на стриме и можете даже подключиться по дискорду и мы можем в режиме даже вдвоем поиграть в эту игру через стрим все, пока и до встречи а что было дальше в этом летсплее о том как герои дошли до города и что с ними произошло дальше, вы можете посмотреть на основном летсплее до встречи